Леон Вайнштейн Леон Вайнштейн Леон Вайнштейн Тех людей, с которыми он Рабочих людей, с которыми он встречался Он не имел дела с бездомными Он не имел дела в основном со студентами Он имел дело с прорабами С каменщиками, с инженерами С поставщиками То есть с людьми, которые постоянно производят Какие-то материальные ценности Или в этом участвуют И вертеться и стать достаточно крупным человеком В одном из самых Что называется Cutthroat Самым сложным конкуренцией Бизнесом, да еще и в Нью-Йорке Где дополнительно ко всему этому Что скрывать, существует мафия Может не в том виде, в котором она была Когда-то гангстерская, так сказать, стреляющая Но мафия точно существует Надо было уметь научиться Всему тому, о чем я говорю И так как президент Прекрасно понимает, что Пресса будет сопротивляться любому Ему начинанию, любому делу И будет стараться искажать любые его слова То есть, по крайней мере, подавать их Не так, как он хочет их подать Он и пользуется этим гениальным Совершенно сегодняшним инструментом 20-30 лет назад ни у кого его не было Называется Twitter Ну, он, так сказать, еще и дает Какие-то интервью Делает какие-то замечания Выступает на всяких Митингах Которые он очень любит Выступает, потому что он, во-первых, подогревает людей Во-вторых, доносит какие-то мысли Которые он понимает Подхватит пресса И вот если прессе Социалистической, демократической Называется как угодно Он будет рассказывать только положительные вещи То она не будет об этом писать Она будет всячески выдумывать что-то другое Плохое о нем Поэтому он все время пытается Давать им возможность Что-то такое писать И на какую-то тему, так сказать, негодовать Но он одновременно с этим Засовывает какие-то свои идеи Какие-то свои, так сказать, задумки О которых, может быть, очень часто И не знаем и не понимаем В, так сказать, общее сознание страны Вот, значит, теперь переходим К конкретному ответу на ваш вопрос На твой вопрос Слушай, я пытался обрисовать картину Как я ее вижу Это не значит, что все 100% Что он делает, у него получается Правильно? Он человек, а не Бог Кстати, кто знает Может, у Бога тоже не все получилось С первого раза Но, значит, что сейчас делает Трамп С его точки зрения Самое главное Это на данный момент В отношениях С демократической партией Внутри страны Это проложить рельсы К выигрышу На следующих выборах 2020 года Потому что И не просто самому выиграть Ему нужно сделать так Чтобы выиграли Те люди Которые пойдут От республиканской партии И чтобы эти люди Были как можно ближе К его платформе Чтобы они поддерживали его А не произошло то Что в первые два года Правления Так сказать Новой администрации Вдруг выяснилось Что какая-то часть Республиканцев Вообще не республиканцы Или просто не собираются Ничего, так сказать Делать для того Чтобы Республиканский президент Трамп Так сказать Провел ту программу О которой они кричали И говорили Все предыдущие Там 20 лет Своего существования То есть Ему нужны люди Которые пойдут Вместе с ним Что он для этого делает Ему надо каким-то образом Изначально сказать Что любой человек В демократической партии Америки Который сегодня Претендует на Выдвижение Так сказать Единоборства с ним Любой совершенно Он все равно Социалист Он все равно человек У которого Самое главное Будет отнять И распределить Совершенно наплевать На то Что он будет Говорить потом Но сейчас Он проявился И вот он Всеми силами Толкает Демократическую партию На то Чтобы они Проявлялись Вот Как только у них Возник Между Значит Левым крылом Демократической партии Вот этой самой Социалистической четверкой Назовем ее так Комсомолками Да И более Как бы Умеренным Крылом Под названием Нэнси Пелосифович Представляете Что Мы говорим Нэнси Пелосифович Умеренно И очуметь Можно Мы только что Говорили О том Что она террористка Два-три года Того назад Вот Но ее Вот эти Очумелые комсомолки Начали обвинять В том Что она вообще Она расистка То есть Может она и расистка Я почти уверен В этом Но демократической партии Внутри Это нельзя было Говорить Ни в коем случае То есть У них началась Драка Драка При которой Страна могла подумать Что вот Есть вот эти Левые Которые Куда-то тянут А вот есть Некие Умеренные Которые им не дают Влезает Трамп И начинает Поливать Грязью Эту четверку А Грязью Той Которую Они сами создали Но ему нужно Еще не только Грязь Смотреть Ему же Сделал Что-то такое Чтобы они Все объединились И начали бы Выйть И кричать Против него Что он делает Он совершенно Случайно пишет Что Кого-то он не знает Что все Три из них Родились здесь И одна приехала Из другой страны Он ничего не говорит Какие именно Люди эти Но вот те люди Которые говорят Гадости об Америке Почему бы они Не поехали в те страны Откуда они взялись Ну вот прямо Трамп перепутал Забыл Не спросил Ничего не знает Такой глупый Чем Что он этим добивается Значит Добивается он тем Что вся Демократическая партия Вся пресса И все остальные Встали на дыбы И кричат Что он расист То что он кричат Что он расист Ни на кого Кто за него голосовал Не произойдет Ни о какома впечатления Зато она опять Сбила в кучу Всех демократов И сделала из них Единое целое Они вместе Они вместе орут Они вместе воют Они вместе добиваются Вместо того Чтобы работать Они занимаются тем Что они допрашивают Мюллера Вместо того Чтобы выпускать законы Они играют В какие-то игры Сначала они не дают Денег на то Чтобы принимать И что-то делать Лечить Я не знаю Мыть зубы И тому подобное Дикому количеству Этих мигрантов А потом они обвиняют Трампа Что у него У него нет денег И он ничего сделал По этому поводу То есть Ему надо было Опять их всех Собрать в кучу А не позволить Им разделиться На два Воюющих лагеря Вот что он сделал Согласен с вами Да кстати говоря О том что Об обвинениях Администрации Трампа В том что происходит На границе Я сегодня уже упоминал Я посмотрел Я посмотрел кусочек Фрагмент Слушаний Где Директора Homeland Security Допрашивали На комитете Элайза Камминс Какую истерику Элайза закатила Брызгал слюной Говоря о том Что там дети В дерьме Своем сидят Ни души Не принимают И мне так захотелось Заорать просто Сволочь Что ты сделал Ты выделил деньги Для того чтобы Они смогли обеспечить Этих детей У которых О которых у тебя Так болит сердце Что ты из штанов Выпрыгиваешь Вы сделали Хоть что-то Нет Ну конечно нет Но это все Что называется Подстава Правильно Сначала создать ситуацию А потом ввести В этой ситуации Кого-то другого Вот тут На ютюбе Пишут вопрос Есть ли шанс Хоть и теоретический Что от демократа В последний момент Пойдет Мишель Обама Ну Я не знаю Я не знаю Мишель Обама А как Ну очень сложно Уговорить Демократов В том что Она может быть Президентом Ну очень сложно Даже не демократов Страну Демократов Ты уговоришь легко Не Трамп Не Трамп Главное чтобы не Трамп Ну как уговорить Ну скажем Они борются сейчас За несколько Сегментов населения То что называется Белые женщины Предместе Да Вот Субербин Так сказать White women Ну Об этом никто Не думает Но если пойдет Мишель Обама Как вот уговорить Этих дам Что она будет Так хорошо руководить Государством Что у их мужей Будет достаточно Зарплат Если они сами Не работают Просто не понимаю Окей Давайте Давайте Вот о чем 15 долларов Минимальная Заработная Плата Проголосовал Конгресс Вообще Ну понятно Что скорее всего Никуда это не пойдет Но о том К чему это могло бы Привести Если можно Ну вообще В истории Конечно Нет Слагательного Наклонения Как там по-русски Называется Да Если бы Оно в истории Не работает Ну давайте Попробуем Значит Во-первых Еще раз Подтвержу Что оно Никуда не пойдет Поэтому меня удивляет Что они голосовали За 15 долларов А не за 100 Абсолютно А то и то же Мы голосовали За 100 долларов Им бы еще больше Любили Кто-то Ну 15 Проголосовали Понятно Что Не будет За это Голосовать Сенат И даже Если там Сенат По какой-то Дурости Проголосует Понятно Что Трамп Никогда в жизни Этого не подпишет Он не сумасшедший Он из бизнеса пришел Чем это вообще Может грозить Во-первых Вообще Перестанут принимать На работу Молодых людей Там Школьников На временные работы И тому подобное Потому что Зачем брать Брали их Во всякие Кинотеатры И прочие Другие места Просто по той причине Что им надо было Меньше платить Работа очень простая А для ребят Это Ну и как бы Поддержка штанов И первая работа И так сказать В первом Сквайдинге появляются То есть Люди Которые первый раз Устроиваются на работу Будет безумно сложно Устроиться на работу Только в том случае Если Трамп Обеспечит Нулевую Совершенную безработицу Тогда Никого нет И будут брать Теперь второе Это Большое количество Тех товаров Которые мы сегодня Покупаем И получаем В удовольствии От того что Они такие дешевые И сразу же пойдут Наверное в цене Потому что Ценообразование Там в маленьких Магазинах В столовых Там и тому подобное Оно в значительной степени Зависит от оплаты Сколько у меня повышается Фонд заработной платы У меня увеличивается Что я первым сам делал Я начинаю Выкидывать тех людей Которые Мне не вот так Совершенно нужны А во-вторых Я пытаюсь сокращать Часы Людям То есть Я начинаю думать Не о том Как бы мне сделать Моих людей Счастливым Я начинаю думать О том Как мне выжить И вот на этом На уменьшении Количества рабочих Часов И уменьшении Количества рабочих Начинает терять Огромное количество людей Начинает терять Рабочие часы И вообще работу И последнее Это Это идет к инфляции Значит Через 2-3 года Будет инфляция И за эти 15 долларов Можно выгубить Ровно столько И что к сегодня Можно выгубить за 10 Точка Вот Значит Так как Профсоюзы Всегда двигаются Сторону к инфляции Ну что делать Ну так будет Допустим Будет 15 Переживем эти пару лет Все поднимется Знаете Вот очень простой пример Жил человек Там работал Получал там 100 долларов за день И мог за этот За рабочий день Купить стол Потому что стол Стоил 100 долларов А кто-то там работал Костюмы шил Так сказать Да И мог купить Не шил костюмы Мог купить себе Костюм за 100 долларов За ценный день Им подняли До 120 И автоматически Стоимость столов И костюмов Тоже стало 120 Почему? Потому что Слагаемое Которое было внутри А цены образования Убеличил Значит увеличили Раньше он работал Один день Чтобы купить стол И один день Чтобы купить костюм И сейчас он будет работать Тот же самый Один день Но будет получать Больше денег Вот и все Еще один радиослушатель Он говорит Что он в комментариях Задавал вам этот вопрос Очевидно Вы не смогли ответить Не было времени А почему часть Общества Давайте принимаем Звонок сначала А потом уже Пожалуйста Здравствуйте Вы знаете Я небольшой Комментарий Наверное К первому Вашему сегменту Ну конечно Я с вами согласна Сто процентно В вашем анализе Но я еще Хочу сказать Что он Использует Наш президент Трамп Такой компонент Как Правда То есть он говорит О том Что действительно Существует В отличие от того Что делают демократы Больше того Они все время Нам навязывают Эту самую Эдженду Повестку дня А он Вот тем Что говорит Правду На своем твиттере И на встречах С будущими Избирателями Или с его избирателями Многотысячными Толпами Он показывает Что вот Какая должна быть Повестка дня А он Разоблачает их То есть В общем-то Абсолютно Гениальный В ситуации Когда Демократы Контролируют Средства массовой информации Ход Просто блеск Спасибо большое Согласен Ну это был не вопрос Скорее комментарий Так вот Возвращаясь к вопросу Почему часть Общества США Трампа Ненавидит Именно ненавидит Не то что не любит Или не нравится Он им А именно Ненавидят Его Ну любое Сильное чувство Оно Вызывается Повторением Каких-то Ключевых Вещей Которые вызывают У людей Определенные чувства Что об этом Геббельс Кстати Выучивший Это Из Американской Практики Маркетинга Если ты много раз Говоришь какую-то вещь Даже как он говорил Чудовищная ложь Если ты много раз Повторяешь Обсаживаешь Повторяешь Это входит в мозг Человека Как некая правда У него создается картинка И он Автоматически Начинает Чувствовать А вот уже С чувством Практически Ничего сделать нельзя Поэтому настолько важно Очень важно В любом маркетинге Самому Как вот Только что сказала Женщина Адженду Звонившая нам Дама Адженду Свою засунуть Вот если ты Умудрился Первый Начать что-то Пропагандировать И ты был Очень успешен В этом деле То потом Эту картинку Из нашей эмоции То есть картинка Вызывается Бум идет эмоция Сразу же Ее безумно Сложно убрать Это уже называется Изменение Парадигма Это беззвестно Безумно сложная вещь Вот как Знаете Когда-то мне было Там 7 или 8 лет Я там Хорошо играл Пинг-понг Пришел в секцию Они там набор делали 20 человек играли Я выиграл Думаю Все точно возьмут Мне говорят Нет спасибо До свидания Я говорю Почему Он говорит А тебя переучивать надо Ты уже научился По-своему Но не так как надо Вот та же самая ситуация Переучивать Безумно сложно Поэтому Когда Начался вой И когда начались Все средства У вас информации Если ты смотришь Конкретно Только Фокс Или там Слушаешь каких-то Определенных Радиокомендаторов То тогда Ты сформировал Вот эту сторону Но все Остальные люди Они не смотрят Там часами Правильно Телевидение Что они делают Они там приходят Домой с работы Включают На 10-15 минут Потом смотрят Какой-то фильм Потом что-то еще Узнали чего-то И им все время Воют В мозг Им заносят Что Трамп сделал эту ошибку Трамп такой Трамп Расист Трамп ужас Боже мой Что же мы сделали Как же мы его выбрали Какой ужас И Трамп все время Как бы Особенно если Выдирать из контекста Дает возможность Людям Которые не будут Потом вникать Но нет у них Ни времени Ни возможности Ни желания Значит Дает возможность Этим людям Он что-то такое высказывает Если это из общего Большого длинного контекста Вынуть О какой ужас Что он сказал Поэтому Огромного количества людей Занесена Эта бацилла Ненависти К Трампу Хотя конечно Трамп И абсолютно согласен Вот с нашей Звонившей Дамой Абсолютно согласен С ней Что он Правду Говорит И этим Страннейшим образом Отличается От всех Остальных Политиков Мира Ну Возвращаясь К 15 долларов В час Любопытная Ирония состоит В том Что Первым Ты эту идею Подал Барни Сендер В свое время И она была Такой Маргинальной идеей А сейчас Конгресс Уже проголосовал За нее Так вот На днях Его работники Те которые работают На его избирательную Компанию Стали протестовать И требовать Потому что Им то он платит Гораздо меньше денег И они теперь Требуют 15 долларов В час Плюс бенефиты И вот А он говорит А у меня нету Да У меня у самого Мало Ну это типично Для социалистов Так сказать Чужими деньгами Мы вам пообещаем Они заплатят Когда деньги кончатся Ну что Ну что Ну будем угонять Выгонять с работы Повысим налоги Если ты будешь Бунтовать Да То есть Выхода то другого нет Значит будут увольнять С работы Сажать на горбушку Тем кто работает Будут повышать налоги И так далее То есть такое безумие И вот удивительно Ведь молодежь В значительной степени Поддерживает Ну сейчас наверное Меньше уже Поскольку там появились Другие звезды Не менее сумасшедшие Так вот Так вот Молодежь Я имею ввиду Студентов Университетов Которые его поддерживают Чему их там учат То есть элементарные вещи Они не понимают Нет вот как раз Их там учат Не сомневаться В этом же ужас Советском Союзе Нас не смогли научить А сейчас С новыми технологиями И при том Что есть альтернативные Ведь в России Нету альтернативных Источников информации Да А мы на них говорим Они там там Ватники А здесь есть Альтернативные Источники информации Но люди Подсевшие На какие-то Вот определенные Понятия Они все Они ничего не слышат И не понимают Другого Но я помню Вот насчет Берли Он очень Хорошая рада А я помню Когда он Так только-только Стал выходить Так сказать И стал Стался единственным Против Хиллари Я решил послушать Одну его речь И я так сказать Уселся перед телевизором Первые там 5-10 минут Во мне все кипело Возмущалось Потом я так сказать Себя успокоил И я прослушал Эту речь И я подумал Если бы у меня Не было брони Созданной В Советском Союзе Моими убеждениями Пониманиями И прочее То наверное Я бы сейчас Танцевал И кричал Да А почему действительно Не взять У этих Таких богатых Чуть-чуть Чуть-чуть Им же вообще Подумаешь У них там 100 миллионов Взять у них там 10 миллионов У них что в жизни Не изменится А нам Всем остальным Станет жить Так хорошо и легко На белом свете Абсолютно При этом Так сказать Призывая к справедливости И так далее Не поделился Со звезами на глазах Не поделился Своими миллионами Которые он заработал На книге Которые Учит идиотов Как нужно строить Социализм Не поделился Своими домами Такой Ну Типичный Советский Партийный Бонзо Заселить туда Несколько семей Значит Которым негде жить Либо американцев Либо они все больше любят Сейчас Этих самых Эмигрантов Как они называют их Люди без документов А что это значит А нет У них документов А что они делают Здесь на стране А они прошли через границу То есть они нелегитимны Нет У них просто нет документов Класс Да Некоторые кандидаты В президенты От демократической партии Предлагают законопроект Запрещающий Использовать слово Legal Alliance То есть Вот в Беркли Они уже Запретили По-моему В понедельник Они проголосовали Значит Городской совет Запретил Использовать Целый ряд Слов Типа Она И он Да Слова которые содержат Там скажем Мэн Слово Мэн Сложные Сложно 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 Надо заменить Да Нельзя говорить Мужчина или женщина Да Ни в коем случае И Ну и тому А значит Дырки в которые Люки Да Их называли Мэн холл Значит Ну так там слово Мэн То это запрещено Тоже говорить И теперь надо говорить Муниципал Холл Или мейнтенненс холл И не удивляюсь Почему растет поколение Которое считает Что Америка Является Величайшим злом На планете И Так сказать Не заслуживает Ни доброго слова И ничего Вот скажем В университете Штата Колорадо Есть Издали они Такой Гайд Ну такой Коммуникейшн гайд Который Рекомендует И не рекомендует Так вот В этом гайде Не рекомендуется Использовать слова Америка И американцы Да Это удивительно Как их земля Носят меня Одно не могут Я не понимаю Давайте мы сделаем перерыв Я немножко Так сказать Я когда начинаю об этом говорить У меня внутри все Начинает кипеть Давайте перерыв сделаем Послушаем рекламное объявление После чего вернемся И обязательно Обязательно продолжим Возвращаемся в программу Леон Вайнштейна Телефон в студии 847-400-5200 И давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Я прочитала На этой неделе Что в конгрессе Прошло слушание По поводу Реопил Обама Кер То есть Отхаз От Обама Кер Ну во первых Причем этот Реопил Так сказать Поддержали Большинство Демократов Вот если вы Читали это То я бы хотела Чтобы вы прокомментировали Но вообще Еще я хочу добавить Что в свое время Это было вообще Уникальное явление Когда закон Распространялся На всех граждан Кроме друзей Обамы Правительство И Конгресс Даже СССР Такого не было Спасибо большое А я боюсь Что я не знаю О чем идет речь Давайте попробуем Принять Следующий звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте В среду Выступил Ваш коллега Алексей Орлов И он сказал о том Что 15 штатов Где управляют Демократы Решили Ввести закон О том Что выборщики Должны будут Голосовать Не за того Кто победил В данном штате Во время президентских выборов А за того Кандидата Который Получил Больше голосов Как на прошлых выборах Хиллари получил Больше голосов Но так как она Проиграла Во всех штатах Ну во многих штатах Она и не стала Президентом А вот Как вы думаете Смогут ли Демократы И вот это Проиграла Как бы Осуществить Эту идею И Будет ли шанс Вообще Удержать Демократию В нашей стране Спасибо Ну Я только Слышал Об этой Инициативе И Что я могу Сразу же Сказать Что Штаты Не имеют Права Менять Федеральные Законы Для этого Надо собраться Всем вместе И По-моему 70% Штатов Должно Проголосовать За то Чтобы изменить Федеральные Законы То что Я услышал Вот сейчас То что Я услышал Раньше Естественно Будет Запрещено Верховным судом Если до него Дойдет Если там Они найдут Какую-нибудь Судью Который И поддержит Это дело То с моей Точкой зрения На апелле На апелляции Это должно Ухнуться Ну а если нет То в Верховном суде Конечно уйдет Это Это все время Попытки Поменять закон Из Соединенных Штатов Америки Для того Чтобы сделать нас Более похожими На так называемые Европейские Демократии Америка Вообще Немножко Другая страна По целому Ряду причин Не очень хочется Влезать В этот разговор Потому что Он немалый Он долгий Довольно Почему она Другая страна И Те Кто пытается Захватить Власть Вот таким Социалистическим Путем Они очень хотели бы Чтобы она Стала Более похожа На мягкие Так называемые Демократии Парламентские Все Пытаются Там Чуть-чуть Тут Чуть-чуть Иногда У них Получается Нет За 230 лет Существования Государства Конечно Очень многое Уже изменилось Я всегда Привожу Один и тот же Пример Сенат Не был придуман Чтобы он повторял Конгресс Просто от большего Количества людей Пришли Сенаторы Сенат был придуман Как представители Штата То есть Губернатора Штата Избранной власти Два представителя Этого штата Первый Главный Второй Как его помощник Присутствовали В Вашингтоне Достаточно Постоянной основе И передавали Ту информацию Принимали решения Связанные Со всей страной Но на основании Того Что нужно этому Штату Значит Это сейчас Полностью Переделано Во имя Всяких Демократических Принципов Вообще Левая сторона Все время Лезет В то Чтобы Переделать Что-то Во имя Демократических Принципов Но каждый раз Выясняется Что мы наступаем На грабли Нас эти грабли Стукают в лоб Потому что Все было продумано Очень хорошо Все было Все было Взвешено И как только Вы начинаете Менять что-то одно То летит очень много Других вещей Как с ремонтом Знаете Ой давай покрасим Вот эту стенку Покрасили На что Стальные стенки Плохо выглядят Покрасили Выяснил На что потолок И пол А потом Надо что-то Вскрывать А потом Надо что-то Протягивать Ну и тому подобное То есть Нельзя Нельзя Рушить Один элемент На котором На котором Стоит Здание Без того Чтобы не нарушить Чего-то В этом здании Я думаю Что ничего У них не получится С этой инициативой Это отрыжка Неприятия Того Что Трамп Победил Килы Давайте попробуем Принять еще звонок Добрый день Добрый день У меня такой вопрос Я знаю Что Конгресс Осудил Нашего Министра Истиции И министра Торговли Чем это Может им Грозить И может ли Трамп Амнистировать Или как-то Вмешаться В это дело В общем Какие последствия Вот этого Будьте добры Проинформируйте Нас Да конечно С удовольствием Я могу дать Короткий ответ Последствий Никаких Ноль Вообще Ничего не будет То есть Они должны Обратиться В министерство Истиции Если они Обращаются В суд По этому поводу Значит Вот То Выясняется Что Все что делал Бар Законно А то что от него Требовал Конгресс Это нарушить закон Бар Этого делать не стал Нарушать закон За это Его судить нельзя Можно взять И проголосовать Потому что у тебя есть Большинство В Конгрессе Сказать Ой ты плохой Мы тебя не любим За то что ты не нарушил закон Несмотря на наше приказание Вот и все Окей Так или иначе Вот тут Задают вопрос По поводу Выборов Урсулы фон дер Ляйен Президентом Еврокомиссии Можете вы как то Прокомментировать У вас на этот счет Есть какие то соображения Она бывший министр Обороны Германии Я знаю Она та дама Которая По моему это она Уселась на улице Когда шла с какими то Ее странной делегацией И пописала Потом встала Пошла дальше Нет? Это вот это? Ну на самом деле Я этого не знаю Хотя Хотя Урсула такая Это лет 45-50 Такая блендинка Да Да Она ошарашила Гостей тем Что она отошла в стороночку Чуть-чуть Скала извинить Отошла в стороночку Писала Пописала Встала Пошла дальше Так ее поэтому Сбрали Наверное Наверное В Еврокомиссию Ну Европа От Европы Ожидает все что угодно Окей Давайте теперь немного поговорим О героине Дня Эльхан Амар Ну во-первых Там Это почти Любимая моя героиня Ну сразу же после Зори Крисмодемлянской Во-первых У нее там Какие-то неприятности Ее оштрафовали На 500 долларов 3,5 тысячи долларов Она вернуть должна За избирательную комиссию За то что Нарушала закон Ну Не чистые на руку Потратила Потратила деньги Всего там 500 тысяч долларов И тому подобное Это Ну Скажем так Все чуть-чуть там Что-то прижуливают Да Это все связанное С выборами С финансированием Там Ну Десузу Если помните Осудили Там Чуть ли не посадили Да Посадили За то что он послал Кому-то там 5 тысяч на выборы Это Это Такая сложная Там немножко Нет Там немножко Другая ситуация Она Там немножко Другая ситуация Леон Я хотел бы прояснить Там Значит Она потратила Деньги Избирательной компании На оплату адвоката Да С которой Вел ее Процесс По разводу Там с мужьями У нее Личное дело Да Ну Да Да Ну Вот это называется Это как Берни Сандерс Денег не было Взяла из общественных Из кошелька Ну не важно Вернула А Как бы это Ну Да Можно по этому кричать По большому счету Если бы вся пресса этим занималась То Ну так По большому счету Ну все что называется Что-то подобное делают То что на ней Вроде бы висит другое Вот это значительно более интересно Очень давно уже муссируются слухи о том Что она Значит Вышла Замуж За собственного Родного Брата Для того Чтобы получить Гражданство Она или вот Сейчас не могу вспомнить В общем там был брак с родным братом В то время Как она уже была В состоянии брака С кем-то другим То есть там Сразу же Если это правда А Значит Все что получают Пока репортеры Это Полная стена То есть Если бы была Если бы это была неправда То Там и сторона сказала Вот Как вы можете это говорить Вот Посмотрите То что это тщательно скрывает А то что там паника То что Родственникам всем сообщили За границу Чтобы они тоже ничего Никому не говорили И тому подобное Мы знаем уже Что сообщили Уже те молчат Что называется Как рыба об лед То Похоже Что там Если все это правда То там Есть два Крупных Обвинения Которые Каждый Разделяется На несколько Более Мелких секций Обвинение номер один Это Обман АНС То есть Иммиграция Натурализации В связи с браком С Подложным Фиктивным браком Уже не говорят Что это с братом В конце концов Она может сказать Что у нее по религии Можно А Второй вариант Второе Это что она Обманывала Налоговую Потому что В это же самое время Она делала Совместные налоги С другим мужиком Который То ли ее первый муж То ли никто И то ли что-то еще Написала Что она с ним Муж и жена То есть Они совместно Делали налоги То есть Там Такой клубок Который Ну я думаю Надо поддержать Немножко Дать немножко И раскрутиться Дать показать Что она И есть лицо Новое лицо Демократической партии А потом сказать Ну вот видите Новое лицо Вот он На самом деле Если обманули Правительство США С целью получения Статуса Это уголовное нарушение За это можно Пойти в тюрьму Да Вопрос в том Я кстати не знаю Этого И не претендую На знания Вот когда человек Выборная должность У него Есть ли у него Определенная Неприкосновенность Или надо ждать Пока Его что называется Не выберут Он идет Либо Если это уголовное дело То можно ли его снимать Я думаю Что можно снимать Потому что Ну тогда Скажем так Тогда я думаю Конгресс должен Проголосовать За право Снять За уголовное преступление И неприкосновенность Я не знаю Это только в Сенате Или в Сенате И в Конгрессе Поэтому Надо спросить У кого-то Кто понимает Насколько я знаю Нет такого Такой Неприкосновенности То есть Если Возбудят дело Если Придят обвинение То все пойдет Своим чередом Никакое Решение Конгресса Здесь Не нужно В Сенате Есть такое правило И как минимум Сенатская комиссия Не обязательно Что Весь Сенат Сенатская комиссия Которая занимает Этические проблемы И должна Снять неприкосновенность Ну Окей Может быть В Конгрессе Деду Вот тут еще Одна новость Блэк Кокос В Конгрессе Получил полмиллиона Денег Для Скалоршип Для молодежи И потратил На лимузины И прочие Такие Шикарные вещи Вместо А кто это? Черный Кокос В Конгрессе Ну Это Блэк Кокос Блэк Кокос Давайте Не один конкретный человек А группа Целая группа Афроамериканских Конгрессменов Распоряжала С полумиллионом В свое удовольствие А получили Грант Под благим предлогом Так сказать Скалоршип Для молодежи Афроамериканской И в итоге Прокатали все На лимузинах Добрый день Я думаю Что молодежи Очень хорошо От того Что они катаются На хороших машинах И едят в хорошие стороны Я хотела продолжить Про Амар Я думаю У вас Смотрела Я вчера смотрела По-моему Такера И конгрессмен С Миннесота Выступал Они Ей занимаются Уже 3 года Там Глубже идет Они Как-то Откопали Что она Подписалась Под эту семью Она Не есть Дочь И она вышла Замуж за своего брата Для того Чтобы получить Свою родную фамилию То есть Она приехала По другой фамилии С семьей Как бы У них нет Родственных связей И там еще Несколько ее братьев И сестер Просто Присоединились К этой семье И они Нелегально Потому что Та семья Получила статус Беженства Короче Так она попала Они это расследуют И Уже 3 года Этим занимаются Но Государство Ну Миннесота Демократы Не дают Там Очень много документов Но они Этим очень упорно Занимаются Уже 3 года Ну Ну Если это уже вышло На Так На Фокс Это значит Что там Есть какие-то Серьезные документы Потому что Просто так Фокс Не позволил бы Тратить Сегмент На это дело Если бы там Не было чего-то Действительно В чем Есть бомба Замедленного действия Так что Вот видите Это еще дальше Чем я Как бы Предположу И похоже Что она Чувствует Что запахло Жареным И в последнее время Предпринимает Какие-то совершенно Отчаянные попытки Антисемитские В частности Предложил Резолюцию В Конгресс О поддержке Движения БДС Сравнив его С бойкотом Нацистской Германии Кстати сказать Я вообще Я честно говоря Очень рад Я вообще Считал Что если бы Сначала Например Тебя переклинусь На что-то другое Потом объясню Что если бы Сначала пришла Хиллари А потом После нее Обязательно Пришел бы Обама То есть Без вариантов Сначала Восторг По поводу Женщины По невариантной причине Почему женщина Лучше Ну хорошо Женщина Восторг А Мне совершенно Все равно Женщина Мужчина Зеленый Черный Оранжевый Нос Картошкой Подмышкой Я не знаю Там бомбы Или что-то еще Главное Чтобы политика Была такая С которой В жизнь можно Так вот Если бы пришла Хиллари И размягчила бы И уже Замела бы Своих людей И прочее То когда бы Пришел после нее Обама Через 8 лет Мы бы получили Еще как минимум 4 А то и может И 8 лет И конец нам Социализм Начался бы А нам повезло Пришел сразу же Обама И это было Слишком все-таки Для публики Хотя его второй раз Избрали Потому что он Очень глупо Себя вел Ромни Который должен был Выиграть 100% Без вариантов Он просто Оказался ужасным Совершенно Прецедентом На престол А не он Должен был Идти Его сделала Партия Его засунули Верхи партии Неправильный черепол Так вот То же самое Сейчас происходит С этой самой Самар Очень здорово Что она Лихорадочно Начала Вбрасывать Всякие Вещи В обсуждение Потому что В какой-то момент Ведь Отчухаются И евреи И многие другие Но вот Не верю я Что Если вот Она начнет Продолжаться И чтобы Конгресс Осудил Израиль Как страну Фашистская Германия Если это Всерьез будет Обсуждаться Как евреи Могут После этого Могут Конечно Да Но все-таки Будет много Которые скажут Стоп Стоп Может я с другого Не пойду голосовать Но за это Я точно голосовать Не пойду И денег давать Не буду Потому что Израиль Не фашистская Германия И это знают Все вообще На белом свете А по сравнению С тем Что вокруг Вообще Одно из самых Демократических Государств На белом свете Слишком иногда Демократическое Вообще Все позволено Я прожил Дай бог 10-11 лет В Израиле Я точно знаю О чем я говорю А Фашистская Германия Господи Боже мой Вот я очень Надеюсь Что вот такие Вот как она Особенно Когда Трамп Вытаскивает Их все И показывает Их Звериная скал Как нам Говорит В Советском Союзе Вот такие Экона Устроят То что нам Чтобы народ Очумел И стал Отходить Как можно Дальше Ну и Что то я еще Хотел вас Спросить Под завязку Тут Очередные Дебаты Состоятся Среди Демократов Как вы Думаете Продолжит ли Камала Хэррис Которая Кстати Недавно Тоже Всплыла Такая неприглядная История Будучи Прокурором Калифорнии Она Мэра Сан-Диего Если я не ошибаюсь Могу ошибиться Но мэр Демократ Который был Обвинен По сути дела В секшуал Харазмен И было доказано И она Его Как бы так Потихонечку Спустила На тормозах Мы эту историю Хорошо знаем На самом деле Она просто Нейшнл Потому что Она вылезла Наверх И рванула Я вообще Очень давно Говорю уже Что С моей точки зрения Потому что Я сейчас вижу Камала Харрис И будет Выбрана Демократической партией Против Трампа То есть Намного раньше Того Что Произошло на сцене Время первых дебатов Будет ли она Топтать ногами Байдена Будет конечно Камала Харрис Основная причина Почему Чит Обама Не Эндорс Как-то так сказать По-русски Не 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 сказал Что он за Байдена Тренирует Ее команда Обамы Обама лично Дает советы Штат Калифорния Значит Маневрами всякими Перевез выборы Предварительные Демократические выборы В штате Калифорния Вперед Мы всегда были там Сзади И когда нас доходило То уже многое было Предрешено А сейчас его так сказать Вынесли вперед Так что Сразу же После трех первых Маленьких штатов Бум Калифорния То есть Победившая Она победит в Калифорнии Без вариантов Победившая в Калифорнии Сразу же получает отрыв Огромное количество Голосов демократов То есть Очень много делается Для того Чтобы ее просунуть Значит Она атакующая Она наглая А у нее Совершенно Нет никакой Точки зрения Она завтра будет Защищать капитализм После завтра Они будут защищать коммунизм А потом Крокодилизм И совершенно все равно Она совершенно спокойно Ложится на спину И выполняет любые функции Которые надо Потом встает И может тут же Ножом пкнуть В того человека Которого она только что Получила То что ей хотелось То есть Абсолютно Беспринципная Абсолютно Жесткая Пустая Внутри Наполненная Только желанием Власти Так сказать Она все время говорит Что она Woman of color Значит Имелось в виду И имеется в виду Что она якобы Афроамериканка Ничего подобного Ничего там Грамотам нету Потом она что-то Кричала про рабовладение Выяснилось Что ее прадед По папиной линии Владел рабами На Ямайке Ну и тому подобное Совершенно все равно Что говорить Что кричать Главное Дорваться до власти Вот Если Такое слово Можно произвести На волнах Радио То она такая Загринелая Что называется Старая проститутка Которая Рвется к власти И точно знает Вот Мадвиенко Пожалуйста Мадвиенко в России Такой же абсолютный пример Как вот эта Ее когда-то называли Валька Стакан В Лейнграде В котором я жил Потому что Она девочек приводила И говорила Что надо Она говорит Дайте стакан водки И пойду Валька Стакан Сейчас она там Вице-премьер Российской Федерации Вот это абсолютно Из того же самого Я не знаю Я не говорю Что она торговала девочками Она торговала собой Так что А так и будут Но в основном И теперь Байден уже Байден в маразме Байден отжил Байден уже Просто держится на том Что нету никого Умеренного Такого более-менее Умеренного И глупости О которой он говорит Конечно Его выбьют Из этого дела Из рейс Соревнования Я сейчас закончу Уже через секунду Я думаю Что Камала Должна сейчас Начинать Бить по Двум своим Главным Заперникам Значит Берни И Элизабет Уоррен Но Бить именно Идеологически Осторожно И Я думаю Что она Начнет Рассказывать Что-нибудь Об их планах О том Что вот они Непрактичные Или о том Что им никогда Не победит Трампа То есть Она конечно Продолжит Как я уже сказал С Байденом Но основной удар У нее сейчас Будет идти На Вот этих Двух человек Давайте Может успеем Если короткий Очень короткий Вопрос То возможно Успеем Пожалуйста В эфире Это будет Короткий вопрос Скорей к души Когда начнется Контратака Ну не могу Дождаться Доживу И до этого Вы знаете Короткий вопрос И очень короткий ответ Если контратаку Сделать Сейчас Или в ближайшее Время То газеты Журналы И прочее Быстро Быстро Это заметут Под ковер А потом Когда снова Начинает Поднимать Вопрос В сентябре Скажем 2020 года Скажут Старые новости Об этом Поэтому Надо делать это так Чтобы пока Отмыться Уже будет Невозможно Спасибо огромное Леон Как всегда Очень интересно И до встречи В следующий раз Спасибо вам До свидания Редактор субтитров